Дальнейшая судьба парка Изумрудный Дальнейшая судьба парка Изумрудный Дальнейшая судьба парка Изумрудный она из себя представляет, именно вот концепция гор-сад. Ну, все равно мы основывались на названия, плюс немножко сократили это, назвав так, гор-сад. И это такая игра слов, опять же. То есть и город-сад, и просто это как городской сад является. То есть одна, наверное, из главных сейчас таких, должна стать одной из главных парковых зон. А все равно основывались на историю, разговаривали с историками, с краеведами. Там проходил у нас Томский тракт, там у нас есть и захоронение, все об этом знают. И вот идея-то в том была это все сохранить, показать и опять же сделать максимально комфортно для людей, но без застройки. То есть чтобы это был тихий парк для отдыха, но и была бы часть развлекательной зоны, которая бы не затрагивала захоронение. Ну, если можно добавить, буквально немного, потому что вот главная проблема Барнаульских парков в целом в том, что они отданы в аренду коммерческим структурам. Коммерческие структуры это те организации, которым нужно зарабатывать деньги. Поэтому либо у нас парки превращаются в набор аттракционов, ну, либо правдами или неправдами пытаются вырезать из них какие-то территории для застройки коммерческой. Неважно, жилой, либо каких-то зданий общего пользования. Главное, что идет коммерциализация этих парков. И, как следствие, вот идет процесс уменьшения парков города Барнаула. Поэтому наша концепция, главная идея, да, то есть это общественный проект, это проект, который не приемлет ни коммерциализацию этого проекта, ни, естественно, малейшее сокращение территории парка, то есть за счет выделения каких-то территорий под застройку. То есть парк должен быть зеленым, ландшафтным, то ему должно быть четкое зонирование, не тронутая территория кладбища, то ему не должно быть никаких аттракционных развлечений, это красивая ландшафтная территория для прогулок от тихого отдыха. Вообще есть мнение, что дело даже уже не в конкретном парке, а в том, что есть огромный недостаток зеленых зон в нынешнем Барнауле. Вот насколько известно ли вам, в новом генплане города, например, вообще заложены новые парки? По моим наблюдениям, новых парков, вот сколько я живу в городе, их просто новых не появлялось, они только сокращались. Я прав по поводу того, что проблема больше, чем один изумрудный? Да, да, парки сокращаются, вот реально сказать. Тот же самый изумрудный, мы историю провели, посмотрели, что он понемножку сокращался, понемножку застраивалась территория, также можно говорить и о других парках, центральный, ну в какой-то мере тоже уменьшился парк имени Ленина, тоже, это который на энтузиастов. То есть, а в новом генеральном плане, да, вот, хоть что, это не будет, или это будет замещено другими территориями? Газончиками, лужаечками? По моей информации, вот в том проекте, который был, изначально генплана, новый, еще пока не видел я, но там вообще нет раздела зеленения города, то есть разработчики как-то упустили этот момент, что вызвало, ну просто таки, недоумение у специалистов, потому что озеленение города, это ключевая задача всех градостроителей, потому что это и легкие города, это комфорт жизнью, это все. Ну и вот, то, что Иван говорит, я полностью согласен, и вот, как посчитал известный градостроитель Станислав Зинков, уважаемый архитектор, он по его подсчетам, площадь парка в Брановле за последние 30 лет уменьшилась вдвое. Беда. Вдвое. И, как правило, это бизнес, застройка, жилые и иные дела. А сейчас предприниматель Павел Тулин, один из авторов одной из концепций, предлагает всем объединиться, разработать некую единую. Петр Анисифоров, еще один автор, уже изъявил желание объединиться с Павлом Тулиным. От вас пока новостей на этот счет нет. Кратко, если почему, у нас есть концептуальное расхождение с проектом господина Тулина, связаны они с тем, что мы не приемлем идею коммерциализации парка и вытекающую отсюда идею застройки парка, потому что Тулин и говорит главное о своем проекте, потому что по его проекту предполагается вырубка более гектара парка под строительство некого физкультурно-оздоровительного комплекса. Это бизнес-проект, собственно говоря, это будет очередное наступление на парк. Поэтому мы считаем, что парк Барноводцы достойны парка, который бы находился в краевой либо городской собственности и, соответственно, был именно наполнен нормальным, комфортным, зелеными насаждениями. Поэтому вот эти все разговоры об объединении, объединение уже произошло на базе нашей группы, где объединились более десятка архитекторов, причем и молодых, и опытных. И поэтому мы вот сейчас дорабатываем проект с учетом тех идей. Интересные есть, безусловно, идеи в обеих концепциях, ну, других. Есть, поступило много предложений от экспертов также и от жителей города, поэтому сейчас вот мы эту работу ведем и дорабатываем. Ну, в принципе, идея объединения, то есть, когда идет откровенно лоббирование коммерческих интересов, ну, это неинтересно. Толлин говорит, по мнению многих, здравую вещь. На какие деньги парк содержать? Мы построим спортивный центр, он будет зарабатывать деньги, на эти деньги мы будем, собственно, зеленую зону содержать. Многие мамочки, я уверен, скажут, замечательно, я буду своего ребенка водить вот в этот спортивный центр. Что плохого? в том, что там появится такое замечательное учреждение, само по себе-то замечательное, да? Там рядом есть недостроенный комплекс мотор, ледовый комплекс, но он предполагается, что там будет целый ряд секций спортивных, другого плана, в том числе художественная гимнастика. Это краевая собственность, край планирует достроить это, поэтому там не нужны какие-то еще дополнительные, плюс есть еще стадион клевчения, который можно модернизировать, развивать и давать возможность ну скажем так расширять занятия с детьми, поэтому там уже спортивный кластер есть, зачем вырубать вот парк, вот где главная точка конфликтная и точка напряжения, и когда люди узнают о том, что сейчас пока в этом проекте скрывается тщательно вот идея вырубки, я хочу сказать, вот все, что справа от центральной аллеи предполагается уничтожить и построить там некий непонятный комплекс. ну а насчет финансирования, мы считаем, что вот эта история с парком изумрудным, она должна вообще заставить изменить отношение власти к проблеме зеленых зон города, есть хороший образец, как это работает например в Москве, там есть структура, которая подчиняется правительству Москвы, которая называется Мосгорпарк, она управляет целыми, ну там несколькими десятками парков москвы и это бюджетная организация, она, конечно, там эти парки зарабатывают определенные средства, но их поддерживают финансово, потому что это общественные пространства, потому что они нужны всем горожанам, и если мы бросимся в коммерциализацию, то мы получим ну просто там набор деревьев и карусели, да, огромное количество каруселей, в принципе, в любой парк развлечений сегодня зайди в Барнауло, так и происходит, поэтому вот идея того, что мы предлагаем Крайовой власти создать некий департамент парков и скверов Алтайского края, который бы взял на себя управление и сначала Изумрудным, отработав технологию восстановления парка и развития на Изумрудном, следующий на поиске дня парк Юбилейный, огромная территория, прекрасная территория, но которой нужно заниматься, и она стоит уже заброшенной, это джунгли в сердце города, которые тоже могли бы создать прекрасные условия для жизни жителей целого района, Ленинского района, да и не только Ленинского города Барнаула, но пока вот ничего не решается, поэтому второй шаг это юбилейный, а дальше идем дальше, потому что есть и общественное пространство и в других городах, а почему рубцовчане, жители Алейска, Ильбийска, не достойно хорошего парка? Провокационный вопрос. Многие барнаульцы, которые уже в течение даже ни одного, больше лет наблюдают за историей Изумрудного парка, за попытками его реанимировать, наблюдая сейчас за вот этими столкновениями идей, могут сказать, ну, конечно, это же бюджеты, это государственный бюджет, краевой, городской, какой там у них будет, это спонсоры и прочее, прочее. Все эти люди просто хотят в очередной раз заработать. Видели мы уже, как это происходит, обсуждают, обсуждают, а потом получаем что-то непонятное. Вот вам такое скажут, что ответите? Хороший вопрос. Можно и отвечу тогда, да, как политик уже, но, во-первых, про деньги. Действительно, деньги есть. Сейчас федеральный центр готов тратить существенные средства на создание комфортной городской среды, когда на наше мероприятие встает представитель Минстроя Алтайского края и говорит, ребята, в Москве миллиард лежит денег, которые мы можем получить на парк. Давайте заявку сделаем хорошую и будет, и нам не нужны какие-то непонятные схемы с какими-то там непонятными кредитными заемными средствами, которые непонятно, как отдавать, потому что не говорится же, что там, говорят, а есть инвестор, но мы же понимаем, бизнес всегда предпочитает вернуть средства, то есть с процентами и существенными. Здесь есть возможность привлечь федеральные средства. Это первый момент. Второй момент. Что касается контроля. Я прекрасно понимаю, что барнаульцы уже на том же зумруном увидели самые некрасивые истории. Но что здесь можно сказать? Иван правильно сказал, что мы же предлагаем сейчас отработать алгоритм решения вопроса и проблемы. Что вот, например, в нашей концепции дальше мы предлагаем при ее реализации? Во-первых, мы общественники, то есть мы хотим, чтобы край занялся этим, то есть и краевые власти, может быть, городские, как получится, может быть, совместно. Пока это вопрос открытый, но главное, чтобы вот этот проект реализовывался при максимальном, во-первых, общественном контроле, мы предлагаем двойной контроль. Первый контроль, это при парке создается при проекте парка общественный наблюдательный совет, куда входят представители общественности, которые смотрят за тем, чтобы все шло прозрачно, четко было и понятно, чтобы не было ущемления интересов людей. Это первый момент. И второй страховочный вариант, это экспертный совет. У нас есть очень серьезные, уважаемые специалисты в архитектуре, дизайне, ботанике, экологии. Которые бы, объединившись, могли давать экспертную оценку всех принимаемых решений. Потому что есть еще вторая проблема. Иногда деньги тратят, но тратят их неэффективно, и проект не работает. Поэтому нужны эксперты. И поэтому вот эта двойная страховка позволит нам получить парк. Причем достаточно скоро. Вот как раз, да, главный вопрос. Разговоры, разговоры. Парк. Когда будет? Полноценный. Здесь нам тоже вот как раз на круглом столе обсуждалось и говорилось, что если к концу года мы сможем сделать какую-то проектную документацию, что уже дальше последует какое-то финансирование. А далее мы, опять же, этот парк можем разбить на какие-то этапы, на какие-то стадии. И, в принципе, в следующем году, если все будет хорошо, да, все получится, к августу месяцу, я думаю, что уже часть территории может быть в идеале, как это всегда происходит. Если, опять же, будет согласие, это первое, общественности. Второе, наверное, администрации, краевая или городская, или в комплексе они будут решать, как они решат, что они скажут. И самое главное, да, чтобы хорошо сделать заявку, чтобы она прошла в Москву и чтобы пошло финансирование. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. У нас в гостях были политик, ученый Владислав Акаев, архитектор Иван Быков. Все добро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова